всем привет меня зовут федор васильев мы продолжаем с вами изучает систему кмс wordpress урок номер 3 в этом уроке я хочу поговорить с вами о шаблонах если вы новичок и так прошлом уроке мы с вами установили wordpress сейчас мы находимся в админке нашего сайта шаблоны в wordpress называются темы то есть по сути одно и то же это у нас внешний вид и темы то смотрите о настройках вот о главной странице админки вообще настройках в пресс мы поговорим обязательно следующих уроках сегодня мы разговариваем именно о темах здесь есть важные нюансы давайте кликнем внешний вид темы изначально как посмотреть на фронтальную часть сайта на главную до что у нас изначально стоит вот здесь вот есть сайт у вас он по-своему называется правой кнопкой мыши кликаем по ссылке вот этой да то есть наводим мышь и вот перейти на сайт то есть если мы просто кликнем нас на этой же вкладке перебросит что неудобно то есть wordpress могли бы сделать так чтобы сразу вот так открывалась в новой вкладке по умолчанию вас будет стать вот эта тема то есть она уже как лендинговая возможно у вас сейчас загорятся глаза то есть это уже с демо данными я поставил но я вам сразу хочу сказать они достаточно бесплатно эти темы даже которые идут с wordpress им они достаточно убогие то есть сразу с wordpress им идут три темы как их смотреть вот если мы наводим мышь во первых виде миниатюру до информация темы можем активировать то сейчас у нас активирована вот эта тема видно 10 активно написано здесь мы можем активировать значит это будет деактивирована а это активировано мы можем ее просмотреть она открывается сразу в так называемом кастомайзере да с настройками то есть это визуальные настройки в режиме реального времени мы можем менять вот тут по карандашку то или иное тот или иной элемент на странице конечно же лучше сначала wordpress немножко наполнить статьями постами чтобы это визуально было лучше видно также можем здесь практически у каждой темы просматривать как она выглядит на планшете как выглядит на мобильном устройстве это просмотреть кнопка если мы нажмем информация теме здесь мы смотрим описание и возможно бывает здесь ссылки на демонстрацию шаблона то еще могли посмотреть на странице разработчиков также ненужные темы даже вот эти вот прессовские чтобы нас как бы не нагружать сайт мы их удаляем они нам здесь не нужны то есть пока вы конечно делать ничего не будем потому что возможно вам она какая-то тема тут понравится и вы захотите использовать сразу хочу сказать ребят для wordpress темы бесплатно они достаточно все убогие сейчас вам расскажу о нюансах которые нужно учитывать при создании блога сайта на wordpress новичку как не наступить на грабли во первых мы не качаем темы с интернета сайтов до опасно мы можем получить вредоносную ссылку или еще чего там вирус и так далее мы качаем только с репозиторий репозиторий это вот это вот прямо из админки wordpress то есть мы так заходим внешний вид нажимаем добавить новую здесь отображаются эти темы они находятся не на нашем wordpress и это у нас подгрузка идет через интернет мы можем отсортировать во первых по названию искать тему если мы знаем название вот здесь вот да то есть вот это репозиторий мы можем отфильтровать внимательно читаем там в 3 колонки две колонки как нам нужно да можно выбрать несколько критерий и нажать применить фильтр и нам отобразятся те темы которые подходят к нашему фильтр да вот давайте например посмотрим то есть если мы нажмем просмотреть она открывается в кастомайзере у нас здесь здесь не особых как бы видно ее смотрите вообще из бесплатных тем то здесь представлены все бесплатные темы мы можем выбрать любую до который нам понравится сразу хочу сказать они практически все убогие вот все что бесплатно несмотря на то что их много они все убоги крайне тяжело найти тему хорошую нужно иметь огромный опыт чтобы найти нормальную тему почему во первых вот фильтр мы можем сбросить вот здесь сюда также помимо фильтра здесь есть просто избранные популярные свежие смотрите в чем причина wordpress маленький да мало функционала вообще в движке от этого он как бы и легок но такие мелочи необходимые в шаблоне как хлебные крошки глазик сколько просмотрел народу статью да там еще дополнительные какие то элементы важны бывают их практически таких вещей может не быть ни в одном шаблоне даже в коммерческих шаблонах не везде они могут быть это придется нам устанавливать плагины конечно же плагины есть такие есть плагин и причем ни один хлебных крошек хлебные крошки да это путь по страницам обычно наверху располагается чтобы человек видел на какой странице он сейчас находится то есть он через поисковик может попасть на какую-то внутреннюю вложенную статью и по этим хлебным крошкам сориентироваться как перейти в категорию в рубрику например также эти хлебные крошки очень хорошо для сел они нужны обязательных будем ставить но смотрите если мы найдем какую-то тему который нам понравилось просто внешне мы не узнали про нее ничего поставили к себе а потом начинается качение плагинов хлебные крошки там глазик просмотра и так далее не факт что эти плагины встанут ровно наш дизайн если мы не знаем ксс у нас тут же будут проблемы гораздо лучше ребят найти тему которая будет включать себе практически эти все плюшки в себя то есть там они уже заточены уже смотрится уже хорошо по поводу скачивание тем да то что я вам говорил качать в репозиторию их можно качать с сайтов но вы должны знать что это сайт разработчика то есть если вы покупаете тему премиум то конечно же вы ее качаете у сайт разработчика в репозитории нет и устанавливаем просто wordpress и и также есть и бесплатные темы от разработчиков которые тоже можно скачать у них их в репозиторию может не быть так вот есть хорошие новости пока мы сейчас вам просто знакомимся мы будем разбираться в настройках wordpress посмотрим как что настроить посмотрим что такое виджеты плагины и так далее у меня для вас подготовим офигенный бонус есть одна тема бесплатная которая очень крутая в ней ну практически все есть все что есть в премиум теме даже бывает и в премиум тем не таких функций нет как в теме которые я вам покажу и я по шагам буду вам показывать как эту тему настроить это очень круто я сейчас не буду вам говорить и название не буду говорить где и скачать но я обязательно доберусь до этой темы и мы будем изучать именно тему шаблон для wordpress именно сразу с крутой бесплатные темы потом если все-таки вам не понравится эта тема которую я сейчас рекламирую вы захотите использовать что-то другое то также обращайте внимание на то чтобы такие мелочи как два меню например меню наверху и внизу бывает такое что внизу меню просто не вставить если вы не знаете навыков ксс у вас нету и вы не сможете это поставить если все-таки выбирать качественную тему ребят все же лучше если есть у вас деньги лучше присмотреться к премиум темам внимательно перед покупкой ее изучив я подскажу сейчас где можно подобрать премиум тему то есть это при условии если вы вам не понравится этот шаблон который я вам покажу и которые я вообще планирую изучить и в деталях рассказать как что там устроилась устроена там очень много настроек у этой темы которые рекламирую нее есть и премиум тема то есть как бы две версии free и коммерческая но там не сильно отличие и так если вы серьезно относитесь к тому сайту которую хотите сделать и потом избежать проблем чтобы вашей теме было все что вам нужно и не качать сторонние плагины и не нагружать при этом wordpress то есть минимальное использование плагинов в такой девиз и крутая крутая тема чтобы все при не было что она была еще легкая сама по себе да то есть будем прогонять через специальный сервис тему на так сказать тяжесть то есть тема может быть написано даже коммерческой не очень хорошо быть тяжелый а может быть и легкой легкой значит легко открываться быстро в интернете у конечного пользователя потому что это влияет на многое это влияет на seo на поведенческий фактор это влияет на поисковики поисковики могут понизить в ранжировании ваш сайт если тема будет тяжелая плюс вы нагрузите плагинами и так далее и так вот рекомендую смотрите сайт templates monster все ссылки я предоставлю под этим видео в описании здесь вы сможете присмотреться к коммерческим темам вы сможете ассортировать по категориям все темы и обязательно каждую тему заходите детально и смотрите описание читайте внимательно да здесь можно вот пакет приобрести там рекомендованные плагины то есть докупить но и достаточно все дорого ребят все дорого это что касается платной темы еще я бы порекомендовал известные всему миру тем форст вот такой вот сайт где тоже очень очень много качественных коммерческих тем здесь вы тоже можете воспользоваться фильтром wordpress вот отсортировать например по каким-то критериям блок журнал например темы сортируются до газета можем зайти кликнуть по ней здесь сразу видим цену 59 долларов здесь также можно внизу смотрите рассмотреть видео скорее всего презентация всевозможное описание там и так далее также вот здесь вот мы сможем предварительный просмотр нажать чтобы посмотреть то есть в реале как эта тема выглядит то есть она то есть мы заходим как бы на сайт получается разработчика да и вот здесь уже просматриваем всякие темы все что касается покупки темы вот откуда я вам сказал здесь конечно же темы вы качаете после покупки у них сайта вот и как загрузить тему wordpress не среди репозитория я вам покажу потому что мы будем ставить с вами крутую бесплатную тему которые в репозитории нет то есть вот такие нюансы ребят нужно учитывать ну и соответственно вот не знаю рассказал об этом я нет меняется тема вот среди бесплатных или которого здесь подгрузить и да например активировать нажимаем все теперь вот эта тема активно мы можем пройти на сайт обновиться видите другая тема стоит то есть очень быстро она переключается активируйте эту обратно активировали эту тему но это все ребят тренировки если бы вот это все пробовать тренироваться для тренировки подойдет как бы изучить и простую тему которые которые с минимальными настройками и так далее вот такой вот получился урок надеюсь вы запомните все что я вам сказал и будете применять в практике но не торопитесь пока искать какие-то темы пока мы тренируемся мы посмотрим всевозможные виджеты настройки пока на обычной теме на бесплатные которые есть уже вордпрессе да вот а потихоньку потом дойдем до смены темы да и как я уже говорил у меня для вас такой сюрприз я подскажу очень-очень мощную крутую тему бесплатную на этом здесь все и до новых видео итак как получить премиум тему для вордпресс премиум темы могут получить только активные подписчики моего сайта это бесплатно и это займет всего несколько минут для того чтобы получить премиум тему вам необходимо пройти на мой сайт fedor васильев точку ру адрес который вы сможете найти в описании под этим видео если вы не зарегистрированы на сайт вы проходите в меню вход регистрация вот здесь если вы не зарегистрированы то вот здесь вот ниже есть такая ссылочка еще нет учетной записи вопрос кликаем по ней вам нужно пройти несложную регистрацию давайте запишем имя пишите пожалуйста реальные данные я записал имя и логин пишем пароль подтвердить пароль далее необходимо выбрать вот здесь ваши интересы ну если вам интересен только вордпресс и вы хотите получить премиум тему прямо сейчас тогда вы ставите напротив слова wordpress галочку обратите внимание что по умолчанию галочка также стоит на adobe muse если вам эта тема не интересно галочку снимаем ниже нам остается лишь прописать свой рабочий email убедитесь в том что у вас есть доступ к вашей почте чтобы вы смогли получить подарок так как подарок придет автоматически к вам на электронный ящик я прописываю почту подтвердите почту прописывайте то же самое и поставьте вот здесь вот птичку капча защитный код нужно дождаться вот такой вот галочки дальше мы нажимаем регистрация почти все готово после обновления страницы практически сразу вы увидите вот такое сообщение учетная запись для вас была создана на указанный при регистрации адрес электронной почты была отправлена ссылка для ее активации то есть сначала нам нужно подтвердить что мы реальный человек и подтвердить адрес электронной почты проходим на почту моментально приходит письмо ссылкой для активации вашей учетной записи заходим в письмо видим вот такое вот приветственное письмо здесь также указан ваш логин и пароль ниже вы сможете также ознакомиться с другими моими обучающими материалами но сначала вам необходимо кликнуть вот на эту ссылку кликаем на нее один раз вас перебрасывает на мою страницу fedor васильев точку ру уже вот с таким сообщением сообщение премиум тема в п значит wordpress в подарок успешно отправлено по адресу то есть на тот же электронный ящик отправлено еще одно письмо уже с вашим подарком проходим обратно в электронную почту заходим во входящие и видим вот такое вот письмо внимание если это письмо не пришло сразу подождите 10 минут если письма не придет проверьте папку спам если и там его не будет только тогда напишите мне на почту почта также указана под каждым роликом моим в youtube или почта указана на сайте на моем fedor васильев точку ру пишите мне на почту и я в ручном режиме отправлю вам письмо кликаем по письму премиум тема vp в подарок и вуаля вот ссылка на закачку темы кликайте на нее и скачивайте тему себе я вас поздравляю теперь информация для тех кто уже был ранее зарегистрирован у меня на сайте и хочет также подписаться на рассылку wordpress и получить премиум тему что делать вам вы также на моем сайте нажимаете вход и регистрация если вы уже зарегистрированы вводите свой логин и пароль нажимаете войти прокручивайте страницу самый низ здесь внизу находите ссылку управление подписками кликайте по ней прокрутим чуть ниже здесь мы также можем подписаться на любую рассылку которая нас интересует в данном случае это wordpress вы просто ставите вот здесь вот да и нажимаете ниже кнопку сохранить изменения с этих пор вы будете получать информацию дополнительную возможно о выходе каких-то видео курсах на тему именно wordpress по данной рассылке и также вам должно прийти в автоматическом режиме после нажать на кнопку сохранить изменения письмо с данной темой опять же подождите 10 минут если письмо не пришло проверьте папку спам если там нет тогда пишем на мою почту почта также указанного здесь подвале я в ручном режиме отправлю вам письмо на этом обучение закончено до новых встреч друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь